Так скорбно наблюдать, когда люди, которые только делают первые шаги в храме, начинают бить поклоны, молиться усердно, читать псалтирь, просто зачитываться, вставать на ночные молитвы, и потом, что называется, улетают, начинают осуждать все и вся, и потом духовная жизнь вообще идет на спад. С другой стороны, если широко отвечать на этот вопрос, то хочу начать с такого примера. Один из наших прихожан подходит мне и рассказывает такую историю, что его друг, как-то изрядно напившись, взял кувалду и накинулся на свой унитаз. Со словами, ну часть я не могу повторить, конечная концовка была такая, я на тебя всю жизнь потратил. И вот в этих словах действительно есть доля истинной мудрости, ведь зачастую мы трудимся лишь для того, чтобы поесть. То есть мы зарабатываем большие деньги и малые деньги, мы несем их в магазин, мы приобретаем себе пищу, готовим ее и кушаем три раза в день. А как часто мы ходим в храм? Зачастую люди не могут посетить храм даже раз в неделю, исполнить заповедь Господнюю. Помни день субботний, шесть дней работай и твори дела твои, а седьмой день Господу Богу твоему. И вот раз в неделю в храм помолиться все вместе, это святая заповедь Божия. И нам не хватает для этого времени, потому что у нас образование, дела, потому что у нас какие-то свои проблемы. Но правда одна, нам просто не хочется. Ведь когда нам хочется кушать, мы всегда находим время, возможности и средства для этого. И оказывается, что молитва, участие в таинствах, посещение храма должно не просто быть каким-то сопровождающим элементом нашей жизни, а центральной частью, исполнением самой главной заповеди. Возлюби Бога, это первая и наибольшая заповедь. Это должно стать центром нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok